в речку выходят и калий калий речка грязно в 10 раз превышает заданный тупо просто сливается все в море на самом деле неудобных проблем в экологии не бывает если говорить вслух о сливе канализации воды черного моря то главная здравница россии превратится в один большой клозетный сочек заразы полтора года назад общероссийская общественная организация зеленый патруль и зафиксировал повсеместный сброс жидких бытовых отходов в реке во время третьей экспедиции в крым наши эксперты убедились с тех пор ничего не изменилось в частности в городе белогорск по улице продольной буквально из каждого второго дома в речку выходят трубы пластиковые или металлические 1 2 3 4 ливневка 5 это вот буквально два дома и из каждого второго дома в реку льются неочищенные источные воды сейчас рыбы практически вообще и нету потому что рыба вся ушла из-за всяких нечистот порошок хлорка фекалий кали все загрязнила получается всю реку хотелось чтобы было почище но люди как бы этого не понимает и начинают где проживают там реку получается загрязняют всегда речка грязная то есть нету момента когда течет просто чистая вода всегда этот мусор где-то цепляется за берега за ветки люди перестали там купаться они боятся что вода уже наверное превышает порог какой-нибудь наверное токсический химической какой-то опасности пятый год вся страна гордится по-настоящему историческим событием возвращением крыма россии а способы выведения нечистот тем временем здесь средневековые однако когда речь заходит о собственном здоровье на себе никто не экономит очистка воды скважина обычное дело себя то он любит он выставляет все фильтра потому что очистные сооружения локальные небольшие маленькие для частного сектора они все существуют также существуют небольшие очистные сооружения которые можно делать при с контакт сливе допустим там в ручьи реки жидких бытовых отходов но это не только вопрос частного сектора это вопрос муниципальных образований и региона в целом они должны комплексно подойти к этому вопросу они должны как минимум совместно с частниками создать систему очистки перед тем как сбрасывать все это жидкие бытовые отходы в речке и в ручьи которые впадают в конечном итоге в море черное жалуются на воду и местный инвестор кубнейший в регионе тепличный комбинат белогорский почву после полива из реки бьюк карасу поражают водоросли вредители вода на предприятии проходит тщательную очистку но современные системы с такой задачей не справляются мы проходя сейчас на территорию теплицы 10 раз обеззаразили соответственно это я понимаю насколько важно чтобы культуры росли в стерильной чистоте вода отвечает качеству заявленному необходимому для роста этих культур или нет к сожалению не отвечает взяв на анализ нашу воду поливаем мы из ближайшей реки анализы показали что содержание этих водорослей превышает в 10 раз то есть максимальная их 700 единиц в 100 миллилитрах а как видим мы по мы по анализам их содержание доходит до 7000 эксперты зеленого патруля еще полтора года назад направили один с обращением надзорные органы но те по факту проигнорировали проблему и к преступники продолжают безнаказанно сливать свои нечистоты в реку сегодня белогорске мы стали свидетелями как банальная человеческая жадность перемешанная с глупостью уничтожает водную артерию и исходя из того что полостов крым достаточно обделен водными ресурсами пресными на мой взгляд жители должны были бы беречь все маленькие реки которые у них есть и стараться как-то их охранять но вместо этого они сбрасывают в них продукты своей жизнедеятельности и это приводит к очень плачевным последствиям они не задумываются даже о том что из этой реки пьют и поливают свои огороды не только крупные бизнесмены но и обычные люди находясь ниже по течению таким образом мы получаем эффект курятника где сверху сидящие гадят на низ сидящих к сожалению эффект курятника можно будет на всем полуострове в Крыму в принципе нет системы утилизации жидких бытовых отходов понимаете должны быть специальные такие отводные такие такие озера где перерабатывается закидывается всякая биота и так далее чтобы органика перерабатывалась и очищала воду там и так далее этого нет то есть куда-то машины приезжают машины забирают скажем так бытовые жидкие бытовые отходы а куда увозят непонятно и когда я разговаривал с людьми со специалистами даже специалистами с контролерами говорю куда все уходит они тупят глаза и говорят ну если честно все уходит на профиль то есть либо это просто сбрасывается куда-то в лес там или там на в просил где-то в проселке там и так далее либо это тупо просто сливается все в море море ради которого в крым едут туристы со всех концов россии в котором купаются наши дети а фекальной реке на центральном пляже феодосии смотрите в одном из следующих выпусков экспедиция зеленого патруля по республике крым продолжается